Здравствуйте. У нас профилактический визит по поводу тонкого льда. Вы слышали, да? Разрешите вам памятку одну вручить? Несмотря на то, что морозы пришли в регион сравнительно недавно, любители зимней рыбалки уже достали зимнее снаряжение и вышли на лёд. Только на каме рыбаков оказалось почти с десяток. В рамках операции «Тонкий лёд» инспектор ГИМС Васим Давлечен провёл с присутствующими профилактическую беседу и вручил памятки о мерах безопасности на льду. Сегодня мы вышли на профилактический визит, чтобы установить толщину льда. В постановлении правительства Республики Башкортостан о подтверждении правил охраны людей на водных объектах внесли дополнение. Сейчас на лёд выход запрещен, если толщина льда менее 7 сантиметров. Граждан, игнорирующих это постановление, ждёт административная ответственность в виде штрафа от 2 до 3 тысяч рублей. Выходить на лёд можно, лишь убедившись в том, что его толщина превышает 7 сантиметров. В противном случае рыбаки рискуют получить административный штраф. В худшем случае они рискуют своей жизнью. Изгуляя по тонкому льду, велика вероятность провалиться под воду. На этот раз лёд оказался достаточно прочным. Анатолий Иванович – рыбак со стажем. Уже более 10 лет мужчины с удовольствием ходят на рыбалку как летом, так и в зимний период. За долгие годы увлечения на его памяти много интересных историй. Поэтому о мерах безопасности Анатолий Иванович знает не понаслышке. У меня вот тюбинг. Знаете, с этим тюбингом как хорошо. Напротив церкви полынья. Я там на краю рыбачу. Что-то не глюет. Пошел дальше, пробурил. Бурить только начал, а там оказывается каша, а не лёд. Зима только началась, а по республике Башкортостан зарегистрировано уже четверо погибших на водоёмах. Инспекторы МЧС напоминают о соблюдении правил безопасности на воде в зимний период и рекомендуют соблюдать осторожность при выходе на лёд. Ксения Белалова, Эдуард Новиков. Информационная программа «Ежедневник».